всем привет продолжаем знакомиться с работами художников джозеф саут холл джозеф эдвард саут холл английский художник ведущая фигура в живописи возрождения темперы девятнадцатом и начале двадцатых веков был лидером бирмингемской группы художников ремесленников одного из последних форпостов романтизма символизма и прерафаэлитов пожизненный квакер квакеры принадлежат к исторической протестантской христианской группе саут холл был активным социалистом пацифистом сначала как радикальный член либеральной партии а затем независимый либерийский парк я цитирую википедии 1882 году посетил бои руан амьен на севере франции провел несколько недель в италии стил пизо флоренцию сиену рим балу не падаю венецию милан но однако первоначальное открытие саут холл итальянской темперной живописи имела меньший эффект чему исследования итальянской архитектуры дядя саут холла джордж бейкер передал некоторые итальянские зарисовки саут холла самому раскину который заметил что никогда не видел архитектуры лучше нарисованной арескин был настолько впечатлен архитектурном понимании саут холла что в 1885 году дал ему свой первый крупный заказ спроектировать музей для гильдии святого георгия который будет стоять на земле его дядя недалеко от бьюдли саут холл совершил вторую поездку в италии в 1886 году для исследования этого проекта но проект был заброшен когда рёвкин возродил свои первоначальные планы по строительству музея в шеффилде позже саут холл вспоминает мой шанс как архитектор упал и последовали годы безвестности с немалой душевной горечью в 1903 году он женился на не элизабет бейкер по возвращении бирминген суд холл провел свои первые эксперименты в живописи темпера в школе искусств суд холл был избран членом королевского бирмингенского общества художник стал президентом общества в 1939 году оставался на этом посту до своей смерти был на пике своих достижений славы работал над серией больших темперных картин на мифологические сюжеты которые широко выставлялись в европе и соединенных штатах но результативность соут холла как художника значительно снизилась с началом первой мировой войны поскольку пацифизм присущи его квакерской вере побудил его посвятить свою жизнь антивоенной кампании его главным художественным продуктом в это время были антивоенные карикатуры напечатаны в брошюрах и журналах которые входят в число его самых ярких работ как и другие члены бирмингенской группы соут холл занимался различными ремеслами помимо живописи в том числе росписью декорирования мебели кружевом книжной иллюстрации и гравюрами в 1937 году ему сделали операцию от которой он так и не отправился после нескольких лет плохого здоровья в течение которых он упорно продолжал рисовать он умер от сердечной недостаточности в своем доме в аджебастане в 1944 году после его смерти было написано то он всегда был горячим сторонником того социализма или коммунизма который ульям моррис выразил своих новостях из ниоткуда но так вкратце данные из википедии о художнике джозефе саут холли английском художнике ведущий фигура возрождения живописи темпер в 19 начале 20-х веков пока пока до свидания и и и и и и и и и